Жители поселка Малые Пруды остались без единственного места проведения досуга. Еще в середине января Датла сгорел их дом культуры и теперь детям негде провести время после школы. Как решается вопрос культурного отдыха сельчан, узнавала моя коллега Татьяна Блинкова. Уже около месяца дети не знают, чем себя занять после школы. В зимнее время на улице долго не погуляешь. Да и как таковой детской площадки в поселке нет. Единственным местом, где они находили себя, был местный дом культуры, который 21 января в результате пожара выгорел полностью. Дети у нас занимались, ходили три раза в неделю. Они ходили на кружки, кружок умелые руки и танцевальный кружок. В такие дни ходили и так занимались. Мы участвовали каждый год в смотре. Смотр у нас проходил в Большой Уре. Мы готовились, проводили к каждому празднику концерты. Делали подарки на праздники родителям, бабушкам, дедушкам. Ну, как обычно, всегда. Детей у нас очень много. Он очень нам нужен. Очень. Потому что у нас больше, кроме вот этого клуба, больше ничего нету в деревне. Ничего. Ни школы, ни садика, ничего. А в каждом дворе у нас по пять, четверо, трое. Ну, меньше трех детей ни у кого нет. И дети, как говорится, от двух и до 15 лет, пока школу не закончили. И было единственное место, где они собирались. Тут было очень много кружков. Они проводили все мероприятия здесь. И после школы, что привезли их, извините, сделали уроки, пошли заниматься. Районные власти пытаются решить вопрос с временным помещением под клуб. Одним из таких вариантов стало здание бывшего магазина, которое уже больше года не эксплуатируется. Но возникли проблемы. В настоящий момент оно технически непригодно, по причине того, что там отсутствует надлежащим образом отопление. Поэтому данный вопрос тоже решается. И как только мы куда-то стремимся до обсуждения, мы вас уберем. Наряду с временным помещением решаются вопросы с постоянным, так как здание магазина по площади небольшое, и проводить в нем массовые мероприятия невозможно. В ближайшие праздники сельчане останутся без традиционного концерта. Ну, для нас вообще это большая потеря, потому что клуб в Малых Прудах, он являлся единственным центром, где был организован досуг культурный. И с нами был сделан запрос уже в Министерство культуры Красноярского края о том, с просьбой о возведении нового многофункционального центра на 50 человек. Однако придет ли положительный ответ на данный запрос и в какие строки будет построен МФЦ, в этом случае пока сказать сложно. Татьяна Блинкова, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!